Сельская молодёжь из Оксина, телевизки Великовисочного, Каменки, Красного и Искателей восьмой раз встретилась под одним небом. Праздник под таким названием прошёл в селе Оксина. По традиции ребята померили силами в спортивных играх и в интеллектуальной борьбе. Атмосфера праздника и спорта царила, кажется, повсюду. Столица Пустозерского сельсовета встретила гостей пирогами и отличной погодой. Зародившийся ещё во времена становления Заполярного района, в этом году праздник поражает своим масштабом. География расширяется ежегодно. Очень много у нас спортивных команд, особенно поселений. Искатели, Красное, постоянные у нас участники Тельвиска, Великовисочная. Такая небольшая деревня Каменка и то представляет свою команду. Ну и естественно хозяева Оксина и, конечно же, Малоземельский сельсовет Нальминнос всегда к нам едут. На лодках, на судах, всяко-разно, но едут. Капитан команды посёлка Красное Николай Хатанзейский излучал уверенность в себе и в своей команде ещё до начала соревнований. К ним они готовились основательно. Три тренировки каждую неделю и так три месяца. Эти соревнования для них своего рода разминка. В ближайшее время ребятам предстоит выступать на Кубок Героя по мини-футболу и волейболу в Нарьинмаре. Командная игра. Все друг друга понимают. Все сыграны. Все сильные команды. Ребята молодцы, хорошо играют. Посмотреть на жаркие состязания молодых и активных собралось практически всё село. Каждый от мала до велика старался поддержать участников и не погибал соревнования до самого конца. За все команды болеем. Как вам игра? Очень хорошо. Главное дело, не убили нас. Мастер спорта по лыжным гонкам. Второй разряд по шахматам и биатлонам. С неподдельным интересом и большим опытом за играми наблюдает Иван Васильевич Выучейский. В свои 75 он и сейчас даст фору любому. Всё свободное время я порой выделяю, чтобы прогуляться. Я шутку-то говорю, прогуляться. Я и порой тут в мглее часто бегаю. Я бывал в своё время ещё. Ну, недавно прошло 7 лет, наверное. Город даже. На городе прогуливаться. На лыжах? Да, на лыжах. Для меня это прогулка будет здорово. Первый раз под открытым небом и в первый раз в Оксино. Только положительные эмоции у новичков в этих соревнованиях команды посёлка Искателей. И хоть некоторые из участников познакомились незадолго до соревнований, главное, говорят они, не победа, а участие. Вчера первый раз за последние годы тренер вышел поиграть в футбол и понял, что немножко мы дохленькие против ребят, которые на профессиональном уровне выступают на соревнованиях межмуниципальных. Мы немножко слабоваты, поэтому, думаю, есть над чем поработать. Думаю, на будущий год уже можно заявить более сильную команду и претендовать на какие-то призовые места. Где был открыт первый кинотеатр в мире? Из какого фильма фраза «Красота спасёт мир» решающей стала ставшая традиционной интеллектуальной игра «Что, где, когда». В этом году она была приурочена Году кино в России и Году народного единства в Ненинском округе. По результатам спортивных соревнований лидировали красновцы. Своё преимущество, что особенно приятно для самих ребят, подтвердили интеллектуально. «Интеллектуально была на последнем месте, а вот вытаскивали только футбол и волейбол. А вот сейчас мы…» «Просто меня не брали с собой». «Повезло». Праздник под открытым небом имеет символичное название. Ведь наградой его участникам станут не только дипломы и памятные призы, но и заряд хорошего настроения и новые знакомства, которые могут стать залогом крепкой дружбы между жителями соседних поселений. Елена Семёнычева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».